добрый день дорогие друзья надеюсь слышно видно наконец-то вернулся в офис да у нас потеплело в киеве наступила весна плюс 7 у нас снег уже тает все хорошо птички начинают петь смотрите значит рассмотрим с вами опять же интересные моменты по рынку да наконец-то рынок задвигался до начал радовать нас более или менее хорошими движениями думаю март начало марта будет хорошим до интересным на волатильные инструменты ну и давайте перейдем ближе к делу начнем опять с наших любимых драгметаллов смотрите золото золото очень хорошо смотрится в плане технической модели вышли мы ниже нашего лоу да это экстремальная точка то есть ее удерживали видите было интересно на покупку до возможность такая но все равно как бы мы не старались какие не были бы откаты все заливаются какие бы купы не были откаты большие небольшие все все равно давит крупный игрок до крупный продавец все равно давит нас вниз поэтому выход из этого канала да не особо красивый конечно но тем не менее какой-то был да мы ходили то что имеем то имеем до вышли ниже 75 что на данный момент смотрите я буду открывать short скорее всего от вот этой нижней границы до сегодня но переносить через выходные не буду потому что очень волатильный инструмент то вверх то вниз да поэтому опасно но сегодня я буду рассматривать вот часовой таймфрейм вы видите смотрите красивый уровень до 1770 если мы здесь красиво отрисуем точку входа да на маленьких барах потому что сейчас вот видите волатильность зашкаливает потому что все видят что вышли ниже кто-то продает кто-то фиксирует убытки до борьба идет за эту зону поэтому я бы рассматривал и как рекомендация да как таковая ниже 7 1770 на шорт рассматривать золото очень аккуратно даже если вы сегодня до заработаете конец месяца возьмите прибыль да порадуйтесь ей не нужно вот это жадничать переносить там через выходные а вдруг она в понедельник еще с гепом вниз откроется все может быть а если на обратно да и нас загонят и мы еще месяц простым в этом боковике мы не мы не можем знать да мы трейдеры мы торгуем вероятности поэтому если сегодня будет хорошее закрепление да дадут красивую точку или уже ниже текущего лоу до дня присмотреться или все-таки от лоу прошлого дня вот посмотреть на шорт но опять же если дают вам там заработать там 34 к одному да в плане риск прибыль да у вас есть стоп какой-то и вот вы берете там смотря от вашей стратегии там три прибыльных до стопа то есть это будет ваш take profit или там 4 это уже зависит от вашей стратегии но все равно зафиксируйте перед выходными прибыль заберите домой порадуйтесь что вы закрыли февраль в плюс и все у вас хорошо по серебру по серебру мы рассматривали что она сильнее золота да и вот здесь будет хитрый такой маневр объясню почему смотрите нас слили до очень сильно то есть какой-то тоже рисуется канал если взять вот таким вот образом до свежий не бы не брать далеко до брать именно текущей ситуации вот где-то тогда есть это граница до канала есть верхняя и уже сверху у нас там 30 30 . 20 смотрите стоим в этом канале сейчас тестируем нижнюю границу очень интересно будет но проблема в том что все равно вы видите она подвязана под золото какой она бы сильный не было инструмент да вот вы видите это сейчас золото и вот серебро золото и серебро поэтому смотрите очень хорошо бы посмотреть на лонг но опять же если будут давить золото вниз серебро конечно ему будет очень тяжело пойти выше это если нас обратно до крупный игрок загонит и закроет текущий день видите прошлый день закрылся ниже этого уровня до который мы отмечали вот с истории еще с декабря если закроет ниже это конечно сигнал к тому что шарты будут продолжаться и никаких лонгов и близко нету но по серебру конечно выглядит очень хорошо ситуация протестировали нижнюю границу канала да и теперь у нас ходу опять до верхней до пока закрепляемся на 5-минутном графике вы видите да стоим красиво но опять же нельзя сказать что это хорошая идея потому что если золото пойдет ниже конечно задавит спекулятивно попробовать от этого уровня на какой-то отскок в любом случае можно попробовать да мы не инвесторы нам не нужны какие-то долгосрочные перспективы на momentum трейдеры есть какой-то момент который можно отыграть мы не пользуемся поэтому посмотрите серебро в случае на отскок от этого уровня до границы канала 2682 посмотреть на отскок да тоже не жадничайте во первых что выходные это первое во вторых что это будет отскок всего лишь нам все да мы не знаем как он долго продлится может опять сходим до 2780 а может мы откатимся 2720 и все да и вы какую-то прибыль будете ожидать 2760 2780 а я не будет инструмент дойдет там до своих 34 к одному нужно забирать прибыль поэтому смотрите на серебро на коротенький отскок я бы посмотрел вот зону 2760 также интересный инструмент у нас евро доллар евро доллар очень сильно выглядел да эту всю неделю прям разрывали во первых что волатильность до поднялась то есть average true range да если вы пользуетесь таким от арда средне статистическое движение цены внутри дня то вот от и ар у нас повысился да мы видим как раз на этой неделе вот ровно с 20 числа вырос был у нас 56 копеек до 000 56 вот стал 70 поэтому повысилась волатильность инструменте это значит что и интересно возрос в инструменте поэтому я бы посмотрел видите все х и у нас вернее лаи прошу прощения выше предыдущего да то есть был ниже этот уже выше выше и вот здесь опять мы протестировали немножко не добиваем и опять вот нас выкупает опять можем пойти выше поэтому смотрите евро доллар уровне как таковых я здесь не отмечаю да здесь сугубо опирайтесь на свою стратегию на свое понимание кто как торгуют кто торгуют уровне кто зоны да кто какие-то накопления и выходы до с длинных консолидаций поэтому смотрите сугубо по ситуации но евро доллар очень неплохо смотрится я я буду рассматривать лично его уже выше 1.22 вот где-то здесь пока закрылись ниже до 100 и ниже вот когда мы пробьем может это будет в этот день до под конец пятницы нас загонят вот понедельник протестируют эту идут выше или нас так и удержит до в этом канале и мы еще просто им несколько дней до или недель даже вот я не знаю но инструмент хорошо смотрится поэтому выше 1.22 я буду его покупать и смотреть на то как будет развиваться ситуация в этом инструменте то есть он мне нравится на покупку еще кто торгует российский рынок да именно фьючерсы я бы еще вам показал интересная ситуация на доллар рубль вот огромное уже накопление если взять масштабно то вот канал у нас до семьдесят шесть шестьсот семьдесят три пятьсот до четыреста тут нельзя четко отметить потому что гуляет до инструмент нет четкого как такого уровня вот большое накопление но если взять так как я торгую внутри дня до мне эта ситуация интересно но не более чем направление так вот если взять более как сказать углубленно да и посмотреть текущей ситуации то вот был канал до из которого мы благополучно вчера вышли до закрылись ниже сегодня открытие вниз но это может быть просто манипуляции для того чтобы вынести так называемые слабые руки да то есть те кто вчера покупал здесь 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 естественно что для них страшно когда цена откатываться вниз и они будут фиксировать то есть а крупный игрок просто будет докупать свою позицию по более выгодной цене поэтому смотрите я бы рассмотрел кто торгует опять же до россию выше семьдесят четыре семьсот вот или уже если мы быстро до пройдем не успеем могут так что вынести и просто полететь выше тогда уже смотреть выше хая прошлого дня то есть 75000 вот за вот этот за вот эту пятницу я думаю мы можем спокойно увидеть поэтому смотрите опять же не забывайте сегодня пятница конец месяца то есть это может быть фиксация прибыли до крупного игрока или мелких до что спровоцировала этот откат мы никогда не знаем кто за этим стоит но предположение есть такое что выйдут выше до закроют под конец дня поэтому я думаю рассматривать нужно на лонг пару доллар рубль вот евро рубль примерно такая же картинка здесь тоже идет набор видите очень широкий канал да если взять более углубленно посмотреть здесь есть уровень 90 тысяч пятьсот вот я за ним наблюдаю видите на 5 минутки он тоже отрабатывает пока пока не лезу объясню почему потому что мне не нравится евро доллар в плане на текущий момент да как он снижается то есть это может быть коррекция продолжена а евро доллар очень подтвержден вот этому именно колебанию евро евро рубль прошу прощения очень подвержен колебанием евро доллара потому что это все подвязывается да вот это такие рекомендации да еще раз повторюсь дать для закрепления серебро я бы смотрел на отскок да на коротенький посмотреть можно заработать как идея на пятницу золото золото я рассматривал на сделку более такую долгосрочную в плане перспективы мы видим что выходим мы все равно ниже до обновляем лы и поэтому здесь отметим просто тенденцию что она идет вниз и я бы рассматривал каждый откуп до каждое движение выше как хороший заход по более выгодной цене на шор евро доллар опять же повторюсь выше до смотрим то есть каждый х июнат выше и выше все таки идут и лаи поджимают поэтому рассматриваю долгосрочной перспективе что пойдет вверх ну и си доллар рубль мы с вами рассмотрели тоже на ланге с вами был дмитрий черепощук хорошего вам окончания месяца хороших вам выходных не болейте всего доброго